Члены правительства обсудили прогнозы развития республики на ближайшие годы. Экономический потенциал и бюджетная политика – ключевые темы расширенного заседания Кабинета министров. Проекты законов рассматривали совместно с главами администрации муниципалитета. Подробности у Дмитрия Ковалева. Предварительные итоги текущего года показывают, что экономика республики пошла в рост. И это дает повод делать амбициозные прогнозы на перспективу. Аналитики считают, что уже в 2018-м инфляция снизится, а индекс промышленного производства будет повышаться. Предприятия республики продолжают реализовывать инвестиционные проекты и наращивать экспортные поставки. Основное направление – это расширение, безусловно, географии, присутствие нашей продукции. На внутреннем рынке – это активное импортозамещение, которое ставит президент Российской Федерации. Ну и на внешнем рынке – это обеспечение конкуренции, прежде всего, с производителями Китая и Европы. Валово-региональный продукт у нас сегодня по итогам 2017 года должен быть выше 100%, это 100 и 102, по 17 – 101,4 и по 1,5%, чуть больше мы будем набирать в течение следующих двух периодов. У нас есть обязательства в том числе по инвестициям, по росту налогов, то есть все эти моменты в данном прогнозе учтены. При таком сценарии продолжат увеличиваться и объемы собственных доходов в бюджете. Сейчас финансовый документ вносит корректировки. Решение президента о реструктуризации кредитов дало регионам пространство для маневров. Восвободившиеся ресурсы направят на решение социальных задач. Более чем 4,2 миллиарда рублей мы должны вернуть в 2018 году. Эти средства мы туда не возвращаем, они остаются здесь. А для того, чтобы сбалансировать бюджет, эти средства мы должны были привлечь с коммерческих банковских организаций. Федеральный центр предоставит республике бюджетные дотации. Только 25 регионов Российской Федерации получают в 2018 году дотации выше, чем, соответственно, были в 2017 году. Касаясь теперь сбалансированности бюджета, уважаемые коллеги, мы несбалансированный бюджет никогда не принимали. Дефицит на уровне 10%, и это правило определено правительством Российской Федерации. С первоначальным бюджетом 2017 года доходы у нас существенно выросли, и расходы они также хорошим темпом роста. Но по утвержденному бюджету 2017 года доходы составляют 99,6%. Я уже говорила причину, и, соответственно, в течение 2018 года они также будут увеличены на сумму безвозмездных поступлений с федерального бюджета. В следующем году из бюджета республики более 30 миллиардов направят на ремонт дорог, строительство школ, развитие медицины и поддержку бизнес-инициатив. Но главы районов должны сделать ставку на увеличение доходов. Неплохим источником должны послужить муниципальные земли. Это наша собственность. Это собственность муниципалитета. От продажи или от аренды 100% эти доходы остаются на уровне муниципального района или города. В республике даже ничего не вычисляется. Кто должен быть больше заинтересован в этом? Вы должны быть больше заинтересованы в этом. Бюджет на трехлетний период члены правительства одобрили. Теперь стратегический документ должны утвердить депутаты. Дмитрий Ковалев, Иросль Мухаммедов, Республика.